Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и я продолжаю свой рассказ о выступлении на фестивале Moscow Open 2022. И в восьмом туре жеребьевка свела меня с шахматным стримером Владимиром Карташовым, который после 10-летнего перерыва решил неожиданно вернуться в классические шахматы. И вот встречу двух таких шахматных динозавров вы сейчас будете наблюдать. Итак, я играю белыми, Владимир играет черными и я решил разнообразить свой первый ход. Неожиданным Е2, Е4. Владимир всегда отвечает С7, С5 и здесь я подготовил ход С2, С3, вариант Алапина. Что ж, черные играют конем в 6, вызывают мою пешку на Е5. Здесь я захватываю центр, черные бьют на Д4, я продолжаю развитие. Черные защищают коня, я забираю на Д4 и Д7, Д6. Наиболее популярное продолжение в этой позиции. Здесь я делаю профилактический ход А3 для того, чтобы не пустить черные фигуры на Б4 и потом с комфортом иметь возможность развиться слонов на поле Д3. Владимир играет слон Д7, я развиваю слона. Второго слона выводит Владимир. Я делаю короткую рокировку. И вот эта позиция хорошо известна в дебютной теории. Обычно здесь черные играют слон С6 и потом развивают своего коня на поле Д7 с примерно равной игрой. Но Владимир, видимо, решил немножко похитрить и делает ход А7-А6, который ранее не встречался. Но я так понимаю, что где-то, возможно, черные хотят сыграть слон Б5 и разменять своих белопольных слонов. Может быть, это просто выжидательный ход, чтобы определить, как я дальше буду развивать позицию. Ну, в общем, я решил, раз черные позволяют себе такие ходы пешками, то я должен играть максимально активно и делаю ход конь С3. Самое естественное развитие коня. И надо сказать, что, видимо, сильнейшим решением за черных здесь был бы ход слон С6. Мой конь перешел бы на Е4. Размен. И вот в этой позиции белые владеют небольшой инициативой. У меня изолированная пешка. Ну и в любой момент я могу получить преимущество двух слонов, разменяв коня на слона. Однако Владимир играет принципиально. Он забирает пешку на С3 и делает ход Д6-Д5. Закрывает позицию. Честно сказать, я немножко не ожидал от него такого решения. Черная пешка перешла вперед. И получилась у нас позиция французского типа. Конечно, у меня есть слабость на поле С3. Но вроде бы эту пешку легко защитить. А вот у черных есть явные проблемы с контр-игрой. И я считал, что эта позиция, конечно, должна быть сильно в пользу белых. Много раз я играл что-то подобное за черных. И всегда здесь у черных были проблемы с защитой своего королевского фланга. Но в этой позиции, прежде всего, я опасался где-то хода слона Б5 с разменом белопольных слонов. Поэтому делаю ход А3-А4. Прикрываю эту идею. Черные продолжают развитие. И вот интересная на самом деле позиция с точки зрения развития инициативы. Как развивать инициативу белым? Ясно, что они должны стремиться к атаке на королевском фланге. Но вот как именно это нужно делать, это большой вопрос. Прежде всего, конечно, хочется сыграть А4. Но во время партии я побоялся, что если поставить пешку на А4 немедленно, то черные могут ее побить. Поэтому сделал довольно вялый ход G2-G3. И, конечно, если вы хотите играть на инициативу, то нужно стремиться не делать такие ходы пешками, которые не ведут к пойму атаке, а играть более инициативно. Вполне можно было пойти А4 немедленно. Дело в том, что брать пешку на А4 совсем невыгодно, поскольку после размена слона на коня, белые играют ладья Е1. И дальше у них очень сильный план перевода ладьи на поле G3 со страшной инициативой. Кроме того, чернопольный слон не имеет оппонента, может выйти в любой момент на поле А3. И здесь черным предстоит очень непростая защита всего лишь за одну пешку. В общем, вполне можно было так сыграть. И я уверен, что Владимир вряд ли бы съел пешку на А4. Скорее всего, он сыграл бы А6. И получилось что-то типа того, что в партии только с лишним темпом у белых. Но, кроме того, хочу показать здесь интересный компьютерный вариант. То есть, я играю А5, например. Черные делают программный ход конем на поле А5. И вот шахматные движки предлагают здесь очень странный и необычный маневр коня. Конь Д2. Но этот ход я еще могу объяснить. Прикрывает поле Т4. Готовит выпустить ферзя на поле Ж4. И на ход Ферзь Т7, атакуя пешку Ц3, белый играет конь Б1. Вот когда вы еще увидите такое антиразвитие коня в дебюте, тем не менее, по мнению движков, это сильнейшее продолжение. На длинную рокировку потом белые играют слон А3, разменивают слонов, ставят ферзя на Б1, ладью на Ц1. И в этой позиции имеют небольшой позиционный перевес. То есть, в принципе, можно было немедленно сыграть А4. Но, тем не менее, это не сильнейшее продолжение. А в качестве сильнейших ходов движки предлагают интересные ходы. Конь Д2. Ну, я, в принципе, видел эту идею. Хочу выпустить ферзя на поле Ж4. Но только вот на ход конь А5. Здесь надо играть конь Б3. Вот так неожиданно переводить коня на ферзевый фланг. И в этой позиции у белых долговременная инициатива. Ну, и вторая идея заключалась в таком немножко стандартном ходе ладья Е1. И на конь А5 белые поднимают ладью на третий ряд путем ладья Е3. И то и другое продолжение сохранял за белыми по инициативу. А вот ход Ж3 практически выпускает весь перевес. Черные играют конем на А5. Я играю А4. Именно в этом была идея предыдущего хода. Владимир, естественно, прикрывает поле Ж5 пешкой. И конь Е1. Типовая, в принципе, идея для таких позиций. Я пропускаю ферзя на поле Ж4. Кроме того, уступаю дорогу пешке Ф. Для того, чтобы она таранила королевский фланг. Здесь, в принципе, я ожидал от черных хода ферзь Е7. Не только нападая на пешку, но еще и готовя длинную рокировку. Мне казалось, что этот ход наиболее гибкий в данной позиции. Однако Владимир немножко удивил меня ходом ладья С8. Ход, честно говоря, меня порадовал. Поскольку этот ход говорит о том, что длинной рокировки в этой партии уже не будет. И король, по сути, определил свое положение. Он будет либо в центре, либо на королевском фланге. Что, конечно, облегчает мне атаку. Я играю в ферзь Ж4. Вот она, главная атакующая идея. Нападаю на пешку. Заставляю черных как-то решить проблемы с ее защитой. Ну, в принципе, я тут ждал хода слонов 8. Именно так я ожидал, что сыграет соперник. Как-нибудь ладья Б1 я собирался играть. Жертвовать пешку на А4. И потом ходом Х5 зажимать на королевском фланге. Пытаюсь доказать компенсацию за пожертвованную пешку. Но Владимир вновь удивляет меня ходом короля Ф8. Мне казалось, что достаточно опасно становиться королем на одну линию с моей ладьей. Ведь я собираюсь запустить свою пешку вперед. Ну, и здесь, конечно, у черных есть тоже свои козы. То есть, во-первых, висит пешка на Ц3. И эту пешку очень неудобно защищать. Поскольку, помимо того, что висит пешка, еще и грозит прыжок коня на поле Б3. С нападением на ладью и на слона. И вот, конечно, слона бы мне не хотелось бы отдавать. Хотелось бы каким-нибудь способом этого слона защитить. Ну, например, я рассматривал ход ладья Б1. Ну, честно говоря, за ход ладья Б1 я отказался из-за того, что черные могут сыграть Х5. Отогнать моего ферзя обратно. Потом сыграть Ж6. И таким способом полностью обезопасить королевский фланг. Король становится на поле Ж7. Королевский фланг теперь надежно защищен. И никакой атаки на этом участке доски мне провести не удастся. Но, однако, движки утверждают, что просто играя ФЦ2, выводя коня на Ф3, белые здесь получают небольшой позиционный перевес. Но это именно такой позиционный перевес атаки, какой-то на короля здесь провести не удается. А мне хотелось именно провести атаку. Ну, и кроме того, на ход ладья Б1, видимо, сильнейшее это взятие на А4. Потом взятие на Ц3. Ход ладья Б3. Разменчик, разменчик. Конь Ж2. Ну, и здесь очень интересный вариант. Веду коня на Ф4. Кажется, что черные успели защитить позицию. Но здесь белые играют конь Ж6. Подставляют коня под бой. И выясняется, что черный король здесь в очень серьезной опасности. Приходится играть слом Б4, уступая королю дорогу на ферзевый фланг. Ну, и я могу просто форсировать ничью, объявляя шаг. Потом шаг отсюда. Надо возвращаться. И вот так вот партия завершилась бы в ничью. Но это все компьютерные варианты. Я более чем уверен, что последовал бы ход Х5. И потом Ж6. Обезопасивая королевский фланг. И вот именно этой расстановки я не хотел допускать. Поэтому вместо того, чтобы как-то защищать пешку. Как-то защищаться от угрозы конь Б3. Я делаю ход Х4, Х5. Фиксирую структуру на королевском фланге. И делаю ставку на атаку черного короля. Но здесь, конечно, самый принципиальный ход. И самый сильный находит Владимир. Это ход конь Б3. Забирает он моего слона, который мог принять участие в атаке. Ну и в этой позиции, видимо, сильнейшим был бы выход Ферзя на поле А5. С атакой моих пешек. Я бы, например, Ладья Б1 сыграл. Ладья Ц7. И на Ф4. Желая начать атаку на короля путем Ф5. Черные должны сами отвечать. Их всеми в 5. Взятие на проходе. Взятие. И получалась бы очень интересная разбалансированная позиция. У черных лишняя пешка. Но все-таки король их ослаблен. И у меня есть какие-то виды на атаку короля. Однако Владимир играет с ломбьет А4. На мой взгляд, это слишком оптимистичное решение. Поскольку предоставляет белым полный карт-бланш на королевском фланге. Я играю Ф4. Здесь уже Ф5 не годится. Поскольку я просто отступаю Фрзем. И потом готовлю продвижение Ж4. Вскрываю все-таки позицию черного короля. Поэтому Владимир отступает слоном на Д7. Я двигаю пешку на Ф5. И Ладья Ц6. Вот он. Рубеж оборонен по шестому ряду. Владимир надежно прикрывает пешку Е6. Ну и здесь, конечно, у белых было множество атакующих продолжений. И надо сказать, что в очередной раз я выбираю не самое удачное. Движки предлагают мне здесь просто пробиваться впрямую. Бить на Е6. Играть слоном в 5. Черные защищаются путем Ф8. Размениваться на Е6. И просто отходить Фрзем на поле Ф3. И в этой позиции у белых есть идея перевести коня на Ф4. Прогнав тем самым Фрзем. И вторая идея. Немедлий подрыв центра путем Ц3-Ц4. И надо сказать, что эта идея достаточно неприятная. И черным здесь защищаться крайне непросто. Позиция у них тяжелая. Ну и вторая атакующая возможность заключалась в том, чтобы сыграть ладья Б1. Активизировать тем самым ладью. Напасть на пешку. Черные, допустим, играют Б5. Уводят пешку из-под боя. И теперь неожиданный ход Конь Ц2. Вот обычно все-таки не так пытаются атаковать. Но идея в том, что если здесь черные сыграют слон Ж5, то этот конь неожиданно выскакивает на Б4. И после размены на Е6, слон Ф5. Опять же у белых сильнейшая атака на позицию черного короля в то время как ладья просто не принимает никакого участия в игре. В общем, было у меня два интересных продолжения. Просто взятие на Е6. Ход ладья Б1. Но вместо этого я делаю ход Конь Ж2. Подводя пока фигуру, хочу на поле Ф4 подвести коня. Но здесь Владимир находит цепочку защитительных ходов. Во-первых, слон Ж5. Нападает на ладью. Я играю Конь Ф4. Размен на Ф4. Взятие ладьей. И ферзь Ж5. Предлагаю размен ферзей. Я отступаю ферзем на Ф3. И теперь смело взять на Ф5. Вы видим, что черный буквально на тактике держит свою позицию. Если бы моя ладья не была под прицелом ферзя, то здесь просто пробитие пешки на Ф5 немедленно большину партию в пользу белых. Однако сейчас приходится искать какие-то другие ресурсы для атаки. Но движки предлагают в качестве сильнейшего ход Король Х2. Защищаю пешку Ж3. И в случае Ж6, взятие на Ж6, взятие пешкой и С3, С4 таким вот способом, вскрывая позицию в центре, в этом случае возникла бы просто фантастически острая игра. Движки предлагают ход Х5, начиная контратаку на моего Короля. Ну и здесь очень много интересных вариантов. Ладья Б1. Сильнейший ход, уходя из подсвязки, нападая на пешку Б7. Ну и здесь главный вариант заключается в том, что если побить пешку на Т4, то белые просто наступают слоном на С2 и потом начинают толкать свои центральные пешки, что должно обеспечить им все-таки перевес в этой позиции. Чёрный Король ослаблен, мои пешки слишком сильны, несмотря на то, что у Чёрных здесь 3 лишние пешки и инициатива на стороне белых. Но самый точный защитительный ход, это ход Б7, Б6. Но я практически уверен, что этот ход невозможно сыграть в практической партии. Идея в том, чтобы на ход Е6, например, побить на Е6 слоном, взятие, взятие, взятие. И здесь А4 жертвуем ладью, но потом объявляем вечный шаг моему Королю, и партия заканчивается в ничью. В общем, такие компьютерные варианты. Ход Король-Х2 был вполне возможной инициативой, но мне очень не нравилась вот эта вот связка ладьи. То, что моя ладья находится под прицелом Ферзя, поэтому я делаю ход ладья Б1. В принципе, тоже логичное решение. Увожу ладью из-под прицела Ферзя, нападаю на пешку Б7. Ну и чёрные должны немедленно защищать пешку Ф5. Они делают это ходом Ж6. Я забираю на Б7, и слон отступает на С8, атакую ладью. Здесь у меня было два хороших отступления ладьёй, которые сохраняли равные шансы. Во-первых, можно было просто отступить на поле БТИ. Защищаю пешку. Но обычно, когда атакуешь, не рассматриваешь такие защитительные ходы. Чёрные играют Король-Ж7. Я размениваюсь на Ж6. Защищаю пешку Ж3 Королём. На Х5 забираю центральную. Х4 играют чёрные. Ну и здесь, скорее всего, партия завершилась в ничью, поскольку очень открыт мой король. Огромное количество шахов чёрные могут выписать Ферзём. В общем, позиция абсолютно равна. Ну и вторая возможность была чуть-чуть поактивнее. Это поставить ладью на поле Б8. Опять же, чёрные играют Король-Ж7. Размер на Ж6. И С3-Ц4. Такой вот подрыв в центре. Его идея заключается в очень интересном тактическом ударе. После взятия на Т4 пешкой. Ясно, что после взятия ладьи немедленно последует вечный шаг. Но здесь у белых находится ход. Слон бьёт Ф5. Неожиданный тактический удар. Вскрывая позицию чёрного короля. И выясняется, что этого слона нельзя бить ни слоном, ни пешкой. Например, на взятие пешкой последует взятие ладьи. И теперь на ферзь Б3 я могу просто закрыться ферзём на Ж2. Тем самым защищая ладью. И после размены ферзей у меня лишнее качество в Эншпиле. Две связанные проходные по центру. И позиция должна быть технически выигранная. Ну и вторая возможность это побить слоном на поле Ф5. Но тогда следует ладья Б7 шаг. Загоняем короля на восьмой ряд. Уходим королём из подсвязки. Нападаем тем самым на ладью. И потом играем с Ж4 за счёт связки по линии Ф. Просто выигрываем фигуру и получаем выигрышную позицию. Но, как ни странно, вот этот красивый удар слом БТФ5. Он не выигрывает партию, поскольку у чёрных есть холодный ход ладья Ф8. Как ни в чём не бывало, завершая развитие фигур. Ну и здесь ничего не находится хорошего. Например, если просто отступить слоном, ну скажем, на поле Е4. То следует размен на поле Ф4. Размен, размен. И неожиданно чёрные выигрывают ходом С3. Оставляют ладью под боем. Но пешка С проскакивает в ферзи и приносит чёрным победу. Так что отступать куда-то слоном плохо. Но, видимо, лучшее решение это просто побить ладью на С6. После чего чёрные должны объявлять вечный шах. Ну, либо таким вот способом забирать фигуру. И получается позиция с хорошей компенсацией у чёрных. У меня лишнее качество. Но все фигуры чёрных активны. У них две пешки за это самое качество. Король вполне надёжен. В то время как мой король полностью раскрыт для шахов чёрного ферзя. В общем, посмотрели мы эту позицию. Был у меня ход ладья Б3. Был у меня ход ладья Б8. Но в обоих случаях мне не нравилось, что чёрные ставят своего короля на поле Ж7. И тем самым завершают развитие фигур. Именно поэтому я делаю ход ладьёй на поле А7. Этот ход слабее двух предыдущих. Но хотя бы он препятствует ходу король Ж7. Поскольку теперь уже последует взятие на Ж6. Чёрные не могут бить пешкой за связки. Ну а на взятие ладьёй следует король Ж2. Защищаем пешку Ж3. Потом забираем на Ф5. И просто пробиваемся здесь по линии Ф. Пешка Ф7 слаба. Все мои ладьи активны. И в этом ладейном менеджере у чёрных очень серьёзные проблемы. В принципе, близка к проигранной позиции у них. Так что, в принципе, ход ладья А7 достаточно опасный. Но Владимир правильно рассчитал все варианты. И находит сильнейшее продолжение. Это ход ладья ВЦ3. Забирая вторую пешку. Подвязывая мои фигуры. И переходя тем самым в контратаку. Но здесь надо сказать, что я играл не точно. Позиция у меня уже достаточно тяжёлая. Движки предлагают в качестве сильнейшего ход король Ф1. И дальше следующий вариант. Слон Е6. Размен на Ж6. Ж4. Вот именно для этого был сделан ход король Ф1. Взятие. Взятие на Ж6. Размен ферзей. Здесь я успеваю отскочить слоном от подбоя. Забрать пешку на Ф3. Ну и в итоге всё сводится вот к такому Эншпилю без пешки. Которая на самом деле очень тяжёлая у белых. Но тем не менее это было видимо лучшим шансом. А вот взятие на поле Ж6 приводит просто в дрызг проигранной позиции. Взятие ферзём на Ж6. Я защищаю пешку Ж3. Ну и здесь чёрные получали абсолютно выигранно. Играя король Ж7. Просто завершая развитие фигур. Подводя свою ладью к игре. И у меня здесь нет абсолютно никаких активных возможностей. В общем две лишние пешки чёрных решают. Однако Владимир в очередной раз играет не точно. И делает ход ферзём на поле Б6. Этот ход позволяет мне какую-то активность проявить. То есть ладья А8. Король Ж7 здесь. И вот в этот момент на самом деле я уже где-то опустил руки. Считал, что моя позиция проигранная. И сделал ход Ж3 и Ж4. Который достаточно быстро привёл к поражению. То есть последовав шаг ферзём. Я закрываюсь ферзём на Е2. Но иначе если не закрываться. Отходить куда-то королём. То ход ферзь Д2 просто решает партию. Чёрные выигрывают за счёт связки по третьему ряду. Поэтому приходится как-то так защищаться. Соглашаться на размен ферзей. Ладья С2. Ну и здесь если защищать слона. То после взятия на Ж4. У чёрных просто три лишние пешки абсолютно выиграно. Но я попытался замутить в воду жертвы фигуры. Но ни к чему хорошему это не привело. Тут ещё Владимир очень холодно сыграл слон Б7. Посчитал все варианты. Что нет у меня никакого продолжения атаки. И здесь разменял пару ладей. И собственно уже в этой позиции я признал себя побеждённым. Никакой атаки у меня не получилось. Чёрные сохранили лишнюю фигуру. Ещё и лишнюю пешку в придачу. Пешка Е6 легко задерживается королём. И нету никаких шансов на обострение позиции. Давайте вернёмся всё-таки назад. И перед таким вот самоубийственным ходом Ж4. У меня была последняя возможность спасти эту партию. Но для этого надо было пожертвовать качество на С8. Взятием. Взятие ладьёй. И побить просто пешку на Ф5. Угрожая взятием на поле Ф7. Чёрные допустим защищаются ладьёй. И теперь просто ладья Ф6. И начинают таким способом атаку на чёрного короля. Шаг на Б2. Я отступаю королём. И вот если здесь сыграть неаккуратно. Скажем пойти ферзём на поле Д2. То после хода Е6. Конечно чёрные забирают слона. Но мне удаётся объявить вечный шаг. И таким способом спасти партию. Сильнейшее продолжение это пожертвовать качество обратно. Побить сюда. И потом сыграть ладья Ц2. Однако здесь король Ж4. И белые всё ещё в игре. У них всего лишь одной пешки не хватает. Ну и собственно. Удаётся перейти в ферзевое окончание. Которое как вы знаете как правило ничейное. Особенно при таком открытом короле. Вот здесь скорее всего партия тоже завершилась бы в ничью. Таким образом. Получилась достаточно интересная партия. К сожалению не удалось мне доказать преимущество своей позиции. Мне лично казалось что вот такой переход к позиции французского типа был невыгоден для чёрных. То есть я верил в то что моя позиция полна инициативы. Но к сожалению не смог этого доказать на практике. Играл недостаточно энергично. И к сожалению возможно переоценивал преимущество своей позиции. Во многом чёрные имеют защитительные ресурсы которые позволили им отбить мои лихие атаки. И всё таки реализовать пожертвованный материал. Ну что ж. Спасибо всем за внимание. Надеюсь вам понравилась партия. Не забывайте ставить свои лайки. Подписываться на канал. А с вами был Евгений Шувалов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok